Уважаемые зрители, не пропускайте новые выпуски на ОМТВ. Подпишитесь, настройте оповещение обновлений, пишите свои мнения в комментариях. Ваши просмотры, лайки, репосты и комментарии – неотъемлемая составляющая существования проекта. С нами сыграли вот в эту игру. Кто первый моргнет или взять, как говорят хулиганы, на понт хотели. Я по-другому даже не могу сказать. Как Россия замалчивает репрессии. Министерство иностранных дел России в грубой форме отреагировало на слова государственного секретаря США Энтони Блинкина, напомнившего о сталинских репрессиях по отношению к крымско-татарскому народу и пообещавшего, что его страна будет участвовать в саммите Крымской платформы. Подчеркиваю, речь идет именно об официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства, а не просто, например, у словах спикера российского МИДа Марии Захаровой, известной своими неоднозначными высказываниями. Пугать не надо. Не надо пугать. И похоже, что такой тон уже стал привычным для российского МИДа. Складывается впечатление, что российская дипломатия забыла дипломатический язык. Поверила, что лучшим ответом на любые заявления партнеров будет откровенное хамство. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Знаменитая поговорка из советских подворотин «А у вас там негров линчуют» Там негров угнетают. Модифицировалась в советском искусстве в мем из киноистории про брата «Ты мне еще за Севастополь ответишь» и перешла в дипломатические документы. Если волнует история, не поздно извиниться за Хиросиму. Вот только тема Хиросимы давно стала одним из важных аспектов американской политической дискуссии. В 2008 году мемориал в этом японском городе, пострадавшем от атомной бомбардировки, посетила спикер Нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси. Она и сейчас занимает этот пост. В апреле 2016 года в Хиросиме был тогдашний государственный секретарь США Джон Керри. Сейчас он один из высокопоставленных представителей в администрации президента Джосефа Байдена. В Хиросиму на министерскую встречу группы семьи прибыл госсекретарь США Джон Керри. Событие историческое, ведь Керри – первый высокопоставленный американский чиновник, который приехал с визитом в этот город после бомбардировки 1945 года. Керри отметил, что приехал отдать дань уважения тем, кто погиб. А уже в мае того же года в Хиросиму прибыл тогдашний президент Соединенных Штатов Барак Обама, который призвал всегда помнить жертв авиаудара и пожал руки нескольким японцам, которые пережили ту бомбардировку. С 1945 года ни один действующий американский президент не приезжал в Хиросиму. Барак Обама стал первым. В пятницу у мемориала погибшим в результате атомных бомбардировок прошли траурные мероприятия. В них приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абе и американский посол Кэролайн Кеннеди. Было заранее объявлено, что на церемонии будут присутствовать трое выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Президент возложил венок и произнес речь. «71 год назад смерть упала с неба, и мир изменился», — сказал президент США. Да, слов извинений тогда не прозвучало. Именно потому, что в США дискутируют, можно ли было завершить Вторую мировую войну без применения ядерного оружия, и какими бы были жертвы, если бы Хиросимы не было, а война продолжалась. Но было проявлено сочувствие, сострадание и соучастие. Может быть, просто из интереса сравним это с отношением российского руководства к депортации крымских татар. Тем более, что в случае с Хиросимой речь идет о трагедии другого государства, противника в кровопролитной войне. А тут вроде бы как граждане общей страны, которых российская власть и сейчас считает своими гражданами. Сегодня вот эта власть, которая сегодня, да, репрессирует наш народ так же, как в прошлом, оно схоже со столетским режимом. Такие же почти методы, да, просто сегодняшняя реальность, она другая, и она не может полностью, да, вот это в открытую делать. Но в скрытую она делает не меньше зла нашему народу. Это надо доказать. Может быть, кто-то слышал о приезде в Крым в день депортации спикера Нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина? Может быть, министр иностранных дел Сергея Лаврова? Может быть, Плешивый пожимал руку выжившим после сталинского геноцида и возвратившимся в Крым? Говорил, что хочет выразить уважение к памяти тех, кто погиб? Нет, не было этого. Не было и нет. Зато теперь российские пропагандисты пишут, что день депортации отмечался на полуострове не так, как при Украине, а как положено. Ну, то есть, чтобы не очень акцентировать внимание на сталинских преступлениях. В 1944 году Иосиф Сталин приказал депортировать крымско-татарский народ целиком и за одну ночь. Все 190 тысяч человек. В кратком засекреченном документе, всего 800 слов, Сталин обвинил целый народ в предательстве во время Второй мировой войны и приказал депортировать большинство крымских татар в Узбекистан, жить в спецпоселениях. Крымских татар загоняли в вагоны для скота. Около 8 тысяч человек погибли за две недели пути. Построить новую жизнь в чужой стране было невероятно сложно. Из-за тяжелого труда, голода и болезней в первые несколько лет погибли свыше трети депортированных, а это более 75 тысяч человек. Поколения крымских татар выросли вдали от родины. В последние дни Советского Союза, в 1989 году, им наконец-то позволили вернуться домой. Мало-помалу в Крыму начали открываться новые школы и мечети. Крымские татары выпускали газеты, радио и телевидение на крымско-татарском языке работали на всем полуострове. Все это неожиданно прекратилось в феврале 2014 года. Российские военные заняли Крым, а Кремль его аннексировал. Большинство крымских татар выступили против российского захвата. Некоторых преследовали и сажали в тюрьмы. Около 10 тысяч крымских татар решили покинуть Крым. Такая себе добровольная депортация 70 лет спустя. Бункерный дед, подписавший в 2014 году указ о реабилитации выселенных из Крыма народов, встречавшийся как раз перед днем депортации с представителями крымской общественности, теперь старается у самой депортации не упоминать. Но все мы сегодня должны осознать, что интересы крымских татар сегодня связаны с Россией, с Российской Федерацией. Крымским татарам невозможно запудрить мозги про русский мир, про новую Россию. Они все помнят. И этого палача в разных одеждах они узнают всегда. Крымские татары внутри себя очень хорошо представляют, что те, кто хотят совершать добро, они с оружием среди ночи не вламываются в твой дом. При этом понятно, что вообще замолчать одно из самых отвратительных преступлений сталинского режима не может даже современная Россия. Вероятно, в Кремле хотят, чтобы большая часть населения Крыма и самой России помнила не о выселении крымских татар, а о бомбардировке Хиросимы. Ведь Соединенные Штаты единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хиросимы и Нагасаки. Никакого, абсолютно никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истребление гражданского населения. Москва не любит вспоминать о депортации крымских татар. Это разрушает советский миф о том, что Красная Армия якобы изгнала предателей из их же домов. Коллаборационизм в Крыму был точно такой же, как и везде по остальному Советскому Союзу российский, потому что россияне составляли титульную нацию и главенствующую группу. То есть мы видим, что бургомистры русские, что точно такие же русские национальные комитеты, как крымско-татарские существовали на полуострове. Так что говорить, что тут крымские татары вот как-то особенно, по-исключительному коллаборационировали, а все остальные нет. Ну, это неправда. Коллаборационизмом до сих пор пытаются оправдать депортацию коренного народа из Крыма. Например, на оккупированном России полуострове издали учебник «История Крыма», где крымских татар называют предателями. Тех, кто действительно служил на немецкой службе и кого посчитали сами немцы от начала до конца, то максимум в 43-м году таких было примерно 15 тысяч человек. В рядах Красной Армии и в партизанских отрядах крымчан было значительно больше, чем на службе у вермахта. В начале войны эта цифра составляла более 17 тысяч человек. Историки подсчитали, от 11 до 12 тысяч крымских татар из тех, что воевали на стороне СССР, погибли или пропали без вести. Действовал Сталин по вполне такому четкому, если даже не сказать наперед обозначенному железобетонному плану, зачистке всех прифронтовых территорий от населения, которое он считал нелояльным. В 43-м, в 44-м году это был Кавказ, в 44-м это был Крым. Даже если бы не было ни одного крымско-татарского коллаборациониста, крымские татары все равно были бы загружены в вагоны, отправлены в Узбекистан, потому что Сталину был нужен чистый Крым. Продолжение следует...